Более полумиллиона отдыхающих заехали с начала сезона в Витязево на личном транспорте. Узкие улицы поселка, конечно же, не рассчитывались в свое время на такое количество автомобилей, и уж тем более на парковку по обочинам с обеих сторон. Не помогали запрещающие остановку знаки и лишь на короткое время решали проблему рейды ГИБДД. В этом году городские власти нашли принципиально новый подход в решении транспортного вопроса. По поручению главы муниципального образования города Куртанапа Сергеева Сергея Павловича об снижении заторвых ситуаций на улицах дорожной сети муниципального образования города Куртанапа при поддержке депутата сельского округа Асланова Ставрия Валерьевича и совместно с главой сельского округа Кореофили нами была проделана работа по привлечению на территорию сельского округа специализированной фирмы, окажущей услуги по эвакуации задержанных транспортных средств, которые нарушают требования дорожных знаков «Стоянка-остановка запрещена», которая на сегодняшний день показала, что работа эффективно проводится, здоровые ситуации в Витязево снижены, работа продолжается. Был заключен договор с краснодарским предприятием «Автодрайв», которое предоставило два эвакуатора. Они работают в круглосуточном режиме и в сутки на штрафплощадку доставляется в среднем 25 автомобилей. Штрафплощадка расположена на окраине поселка и занимает площадь 900 квадратных метров, что вполне достаточно. Как показала практика, одновременно она может вместить до 40 легковых машин. В результате проделанной работы за неполный месяц было эвакуировано уже более 500 автомобилей. Тем самым в настоящее время отсутствуют в течение недели, особенно выходные дни, пробки в поселке, что способствует нормальному движению общественного транспорта в соответствии с графиком движения и создает в целом благоприятное впечатление у дыхающих о городе-курорте Анапе. Плоды от такой работы увидели и оценили жители поселка, гости, пассажиры и водители общественного транспорта. Представьте, вот в автобусе едем, поехали, доходило до часа, что до завода, до пляжа доезжает маршрутная акция. И час, как говорится, это уже в течение 10 минут проезжаем. Даже вот жестко не показывали. Вот так вот. Ехать стало лучше, быстрее и безопаснее, во-первых, понимаете. Меньше всего, вот те года было, то там кого-то притрю, то там зеркало сломают. Сейчас тоже ездить, но намного реже. Поэтому вот спасибо. Очень хорошо стало ездить. Это вообще надо мероприятие проводить и раньше было. И желательно не упускать вот эту возможность, а и на следующий год тоже. Штраф за стоянку в неположенном месте составляет полторы тысячи рублей. Из-за перемещения транспортного средства на штрафплощадку приходится выложить 2225 рублей. Глава Витязевского округа Леонид Кариофили отмечает, что повысилась дисциплинированность водителей личного транспорта. Около 20 специальных автостоянок раньше пустовали. Водители их попросту игнорировали. А зачем ехать на специально предназначенное для парковки место, когда можно оставить машину где угодно, в крайнем случае включив аварийные огни? Теперь стоянки заполнены. Водители не хотят рисковать, оставляя автомобиль под запрещающими знаками даже на короткое время. Водители не хотят рисковать, оставляя автомобиль под запрещение.